Добрый вечер, дорогие земляки! В эфире юбилейный 10-й выпуск проекта «Пушкин и сегодня лайв». Главной темой сегодняшнего выпуска будет интервью с директором МБУ Пушкинское городское хозяйство Дмитрием Акоповичем Бромяном, посвященное проблеме сноса железных металлических гаражей на территории города Пушкина. Ну а по традиции, перед обсуждением основного вопроса, я проведу короткий обзор основных новостей за время после предыдущего выхода нашего эфира, то есть, получается, за две недели. Конечно же, главным событием, которому посвящен целый ряд публикаций и отдельный совместный проект нашего портала с «Урбан Пушкин» и командом Андрея Шальнева, это публичные слушания по правилам застройки землепользования территории города Пушкина. Пройдут они уже завтра, 29 и 30 сентября. Адреса проведения публичных слушаний и развернутые комментарии по каждому курту, это сокращение означает зону комплексного источника развития территории, опубликованы на нашем портале. Адреса проведения публичных слушаний вы сейчас также видите на картинке. Обязательно приходите на слушание и высказывайте свое мнение. Следующая новость касается резонансного ДТП на Ярославке в районе Кощейково, где полицейский, теперь уже бывший, погубил семью Диакона. 13 сентября состоялось заседание по делу экс-оперополновочного отдела полиции города Ивантеевки Юрия Иванова. Оно произошло в Пушкинском городском суде. Иванов подал ходатайство, чтобы следствие проходило в особом порядке. В этом случае он мог бы рассчитывать на существенное снижение грозящего срока, не более 2,3 от максимального, но добиться этого ему не удалось. Наш портал внимательно следит за ходом следствия, и мы будем вас обязательно информировать. Что нового в районной медицине? Мы опубликовали расшифровку выступления в эфире Пушкинского радио главного врача Пушкинской районной больницы Владимира Мануйлова и заместитель начальника управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского района Надежды Лепатовой. Как это реагировали жители на новое введение с записью у лечебного учреждения? Вы знаете, что с 1 сентября регистратура в привычном его понимании уже не существует. И предусмотрены 4 варианта для записи к врачу. Так вот, главное, что я понял из эфира и его расшифровки, что если человек не владеет навыками работы с интернетом, и у него нет телефона, он все равно может прийти в регистратуру поликлиники, теперь она называется модным словом ресепшн, и с помощью дежурного администратора записаться на прием к врачу. То есть единственное, что поменялось, регистратура стала называться ресепшном, по большому счету. Что нового в пушкинских школах? Это еще один интересный эфир наших коллег на Пушкинском радио. Мы тоже опубликовали сам эфир, запись его, и его расшифровку. В гостях на Пушкинском радио была заместитель начальника управления образования администрации Пушкинского района Елена Александровна Бронина. Безопасность школи в центре внимания после трагедии с авантеевским стрелком, нашумевшая история на всю страну. Что меняется в связи с этим в пушкинских школах? В интервью также идет речь о проблеме второй смены и строительстве пристроек самым переполненным школам в нашем районе. А также обсуждалась возможность установки в школах информатов и проблемы, связанные с организацией школьного питания. Еще одна острая тема, которую отразили мы в новостях на нашем портале, это было закрытие сквозного проезда из Тарасовки в Пушкино. Эта новость вызвала бурный шквал обсуждений, которые вылились в создание петиции. Открыть проезд снова, такое вот модное нынешнее поверье создавать петиции. В некоторых случаях они действуют. Указанный выезд был закрыт по просьбам жителей дачных районов, улиц Солнечная и Станционная, так как использовался в качестве объезда Ярославского шоссе, при наличии на нем пробок в выходные дни. Однако интересы нескольких сотен жителей этого района почему-то стали важнее, чем интересы десятков тысяч жителей города Яватиевка. Тем более, что не было создано альтернативно данному выезду, и главное, есть более простой и эффективный способ решения проблемы с учетом интересов всех жителей. У депутатов закончились каникулы. ЗАГСа важна для тех, кто собирается в ближайшее время подать заявление в ЗАГС и жениться. Так вот, ЗАГС закрыт на ремонт, уже разобрали так называемый стеклянный стакан на входе. Для тех, кто хочет все-таки именно в это время подать заявление, можно воспользоваться услугами отделения ЗАГСа, расположенного в городском поселении Софрино. Ну и также по закону, напомню, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право воспользоваться услугами ЗАГСа на всей его территории. Территориальной привязки к месту регистрации у нас не существует по ЗАГСам. Еще одна новость связана с печальным событием, произошедшим год назад, когда во время показательных полетов на открытии памятника русским авиаторам Вашукина погиб один из пилотов пилотажной группы «Русские витязи». Так вот, 16 сентября на месте крушения самолета Су-27, которым управлял Сергей Еременко, прошла акция «Дерево памяти». Десятки деревьев были высажены сослуживцами и местными жителями в том месте, где в прошлом году геройски погиб военный летчик, вводя самолет от жилых домов. На мероприятии присутствовала и жена героя. Несколько новостей касается закрытия 1 октября полигона Царева. Глава Пушкинского района Сергей Гребенченко рассказал на своей странице в Facebook, что из-за высоких тарифов полигона Тимохова под Ногинском, куда предлагается вывозить мусор, из-за его значительной удаленности и тарифов, а транспортное плечо составляет порядка 100 километров, стоимость утилизации отходов серьезно возрастет. По предварительным оценкам в 3-4 раза. Естественно, это тяжким бременем ляжет и на плечи горожан. Районные власти обратились в областное правительство за субсидирование мусоровозящим компаниям, чтобы компенсировать эти возрастающие расходы. Но ответ пока не получен. Надеемся, что ответ будет положительным. А пока мусоровозящие компании Пушкинского района не спешат заключать договора с новым полигоном под Ногинском, а до 1 октября осталось совсем ничего. Это уже в воскресенье. По идее, должна закрыться Царевская свалка. Это коротко все по обзору новостей. И после небольшой паузы мы приступим к обсуждению основного вопроса нашего эфира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А, и мы продолжаем наш эфир. Мы с руководителем Пушгорхоза Дмитрием Акоповичем Абрамяном говорим про ситуацию со сносом металлических гаражей в Пушкино. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала многие наши зрители знают предысторию, что это не с сегодняшнего дня, не в этом году началось все. Первые гаражи начались носить еще при городской администрации. В частности, дом Крылова-1, который находится в самом центре города, был одним из таких пилотных площадок. Однако долгие годы процесс не двигался, и в этом году он пошел, так можно сказать, активно. Что вообще заставило активизировать работу администрации и Пушгорхоз как исполнитель в этом направлении? Ну, мне на этот вопрос тяжело ответить. Я чистый хозяйственник, есть постановление. Пушкинское городское хозяйство отыгралось. Соответственно, мы выполняем волю, по-моему, это наказ депутатов был, если мне память не изменяет. По наказам депутатов. Ну, в принципе, да, были многие годы и депутаты, и администрация тоже. Просто в этом году все пошло более бурно. А какая вообще функция в этом Пушгорхоза? То есть, есть же вроде подрядчик, Пушгорхоз выполняет в данном случае такую функцию. Ну, давайте так, я попробую все-таки ответить, почему, скажем так, с удвоенной или утроенной скоростью все это произошло. В этом году очень масштабная реконструкция всех наших дворов, территорий с установкой детских площадок. Огромное количество гаражной конструкции мешало этим работам. Я думаю, что связано именно с этим. Это на первый вопрос. Второй вопрос, вы простите, какой задали? По поводу, вот, какой функция Пушгорхоза, если есть подрядчик, то есть... Пушгорхоз просто контролирует эту работу. То есть, он контролер, он не является заказчиком? Заказчик. Заказчик, да. Торги были проводились через Пушкинское городское хозяйство. Вопрос тогда вот именно в том, почему два постановления. То есть, есть мартовское постановление, есть постановление июльское. Ну, мы с вами сегодня обсуждали на совете депутатов. И вы и я пришли, в общем-то, с этого совещания. Я не могу ответить, почему было два постановления. Да, я исполнитель. Это, скорее всего, к вам вопрос, почему было два. Я не работник администрации, мне тоже непонятно, почему было два постановления. Но это был наказ депутатов. Это же по наказу депутатов. На самом деле, вот именно решения совета не было. Это было решение администрации о демонтаже. Нет, это было решение депутатов. По наказу депутатов. Освободить город от гаражных конструкций. Каких-то отдельных депутатов возможно. Какой вообще был функционал по сносу гаражей? То есть, было выпущено постановление, определен подрядчик. Нет, он не был определен подрядчиком. Это были торги. Ну, торги имеются, естественно. На торгах по госзакупкам. Закон был выбран по 44-му подрядчик. Он выиграл торги, понизил сумму контракта. Дальше что? Расклейка объявлений на гаражные конструкции по адресу. В Пожигурхозе есть отдел, который занимается гаражными конструкциями. Все знают моего сотрудника, господина Романова, который проявил себя за долгие годы работы в Пожигурхозе только с положительной стороны. Вместе с территориальными органами, так называемыми нашими территориалами, были расклеены объявления о добровольном сносе этих гаражей и вывозе тех вещей, которые находились внутри гаражей. Сколько дней в среднем примерно давалось от расклейки до даты часа икс сноса гаража? В идеале 14 дней. Две недели срока. Получается, что также в интернете было повешено это уведомление. Мы старались, скажем так, к сожалению, газета «Маяк» не откликнулась во всех наших порталах и на вашем в том числе. Ну да, эта информация действительно была. Вот по поводу сноса гаражей. Был адресный перечень, в последнем постановлении даже было перечислено число гаражей. Вот подход ко всем гаражам один или вот есть гаражи, которые принадлежат, допустим, вот нам вопрос задавали на портале ветеранам войны, которые получали, которые по-прежнему живы, либо многодетным там семьям, которые хранят там коляски. Вот в данном случае подход к сносу именно был общий для всех или есть исключение, когда гараж, даже попадающий в этот перечень, мог избежать сноса? Мог избежать сноса, если действительно это были инвалиды. То есть были рекомендации совершенно четко не трогать эти гаражи. Если, скажем так, это престарелые люди, это ветераны наших воин уже, которые были в 20 веке, таких случаев достаточно много. Единственное, хочу добавить, что не было сделано скидок ни для кого, в том числе для чиновников и работников администрации. Скажем так, компания, которая производила ремонт, нажила себе огромное количество, скажем так, в кавычках тревожных звонков, потому что действительно пощады не было ни для кого. Ни для работников администрации, ни для партийных функционеров. То есть сносили полностью по постановлению. Ну то есть, соответственно, да, получается, по социальным причинам можно было все-таки... Ну, социальные причины, мы все нормальные люди. Если, скажем так, вот как на Крылова 4-6, есть действительно люди, которые в очень преклонном возрасте, да, или ветераны наших афганских событий, ну, я вам хочу сказать, любой наверняка трезвомыслящий и нормальный человек нашего общества, да, не пойдет, скажем так, на снос этого угрожать. Тем более, когда действительно убеждают, что человек нуждается в этом. Единственное, мы просили от себя, но это не было сделано откровенно, хочу сказать, перевести, скажем так, хоть в какое-то состояние нормативное, да, возьмем тоже в кавычках, то бишь покрасить этот гараж, привести, скажем так, убраться вокруг гаражей. Почему? Потому что, ну, скажем так, у меня создана группа в WhatsApp снос гаражей. Я вам хочу сказать, такое количество шприцов, такое количество, скажем так, непотребностей. Ну, зрелище, на самом деле, после сноса показывает, да, что на самом деле хранение автомобилей было там на минимуме. Три, 685 гаражей, только три автомобиля стояло. Да, и цифры, получается, интересные. Соответственно, после демонтажа гаражных конструкций, что происходит дальше, куда они везутся? В Москву, на стоянку, там, по-моему, Чапайский. Я сейчас, к сожалению, не взял с собой документы, они хранятся, эти вещи там. Будут храниться до 31 декабря. То есть, получается, тут просто говорили, что сроки 3 месяца, получили даже больше, чем 3 месяца на момент демонтажа. То есть, до 31 декабря любой собственник может обратиться и забрать. Да, конечно. А что нужно собственнику предоставить, чтобы ему получить? По опыту они приезжают с перечнем, с описью своих вещей. На складе, скажем так, не всегда, не буду говорить, что компания, которая субподряд, скажем так, это работала, идеально работает в этом вопросе. Но, скажем так, пока, я подчеркиваю, пока не зафиксировано ни одного случая, чтобы люди вещи не могли забрать. Иногда бывает, что не с первого раза, иногда не все сразу, да, но, тем не менее, тем не менее, люди вещи свои забирают. Имеют полное право забрать свои в гаражное предприятие. То есть, даже никакие, грубо говоря, если у них нет подтверждающих документов на зимнюю резину, то они смогут... Знаете, это самая модная тема. У меня в гараже лежало 4 баллона на 200 тысяч рублей, почему-то именно от BMW. Я не встречал такой дорогой резины, даже если она на диск. Но почему-то именно BMW и именно 4 колеса. Естественно, по требуя документа, если это был велосипед дорогостоящий, я имею в виду, мотоцикл, мотороли... То есть, есть какое-то, наверное, правило по сумме того имущества, которое... Нет, это не правило, но согласитесь, вот если вы пришли, обратились в компанию, говорят, вот здесь был мой мотоцикл. Соответственно, он должен быть зарегистрирован, да, то есть, должны быть определенные вещи. Ну, что касается таких дорогих и сложных средств требующих регистрации, это понятно, конечно, да. Все остальное, я вам так хочу сказать, и тому подрядчику, который непосредственно выполнял весь этот объем работы, ну, хранить эти вещи до бесконечности, да, оплачивать те же самые склады, ну, это, скажем так, наверное, экономически им невыгодно. А на каких условиях вообще работает данный подрядчик? То есть, он получает, получается, деньги по контракту, да, и, соответственно, какие он... Еще есть дополнительные условия, то есть, контракт, как мы знаем, на 31 декабря... Он обязан зачистить всю эту территорию. Он обязан зачистить всю эту территорию от всей грязи и мусора, которая находилась на территории. И хранить вещи. Вот по этому поводу, как раз у нас есть комментарий, люди пишут, что грунт заводят и равняет пушгурхоз. Вы говорите, что это обязанности подрядчика, это экологический поток. Если подрядчик не справляется со своей техникой, хотя у него здесь два экскаватора-погрузчика, мультилифты, то платная деятельность никому не запрещена. Они оплачивают пушгурхоз. А, то есть, они внимательно подряд. Ну, я вам сразу хочу сказать, коль уж представилась такая возможность выступить у вас в эфире, то есть, если, скажем так, платная деятельность пушгурхоза за прошлый год равнялась где-то 3 миллионам 600 тысячам, то в этом году, я думаю, что в декабре где-то миллионов 12-12,5 будет. То есть, экологический патруль точно так же оплачивает. Причем это открытая информация. Иногда, конечно, когда я общаюсь с людьми, здесь, наверное, никто не может сказать, что я не стараюсь общаться. Стараюсь общаться по мере возможности с людьми. От открытой информации, более того, я предоставлю всю эту информацию любому желающему, который соизволит прийти в пушкинское городское хозяйство, ознакомиться, скажем так, оплачивать эти деньги, поспление даже на счета пушгурхоза этих денег. Но, в принципе, эта информация должна быть открытой, потом опубликован отчет будет по итогам года. Да, да, да. Но это, опять-таки, мы не приравниваемся, что это должен быть конец года. Любой активный гражданин нашего города может ему будет предоставлена эта информация. Мне кажется, хорошее предложение, если наши пользователи услышат его и захотят этим воспользоваться, будет очень хорошо. Дальше вопрос. То есть, сносились гаражи только по адресному пегочню, который заявлено? Нет, не получилось этого. Компания «Экологический патруль» взяла нас подряд компанию, по-моему, «Пик Автостоп». Там группа компаний, да, «Пик Регион Автостоп» входит, они непосредственно выполняли эту работу. Нет, я не могу сказать, что они снесли гаражи, скажем так, убрали гаражные конструкции строго по постановлению депутатов. Но они убрали меньше или больше? Они убрали, ну, во-первых, они убрали, есть случаи, когда они залезли, скажем так, не в адресный перечень. А на каком основании тогда они вообще это делали, получается? Они нарушили. То есть это было нарушение, можно сказать? Это было нарушение. Я вам хочу сказать, здесь мы тоже с вами присутствовали. На самом деле, если мне память не изменяет, с 21 или с 23, вот эти две даты августа, был именно по этому вопросу жестко прекращен работа этой организации. И до сих пор они, естественно, это не продолжено. Были зафиксированы случаи, причем мною лично, что в районе 23-23-30 они приезжали на объекты, прикрывались, скажем там, компания «Экологический патруль». Ну, было это, конечно, интересно, потому что не каждый сотрудник этой фирмы знал меня в лицо. И когда мне начинают говорить, что мы сотрудники «Экологического патруля», вот мы работаем по постановлению, да, вызывал наряд полиции. Кстати, здесь полиция работала очень неплохо. Даже удивительно, что они быстро оперативно приезжали. То есть они очень оперативно приезжали, на самом деле, припровождались в отделении полиции. Ну, дальнейшие действия, скажем так, мне не очень были интересны, но наверняка составлялись акты. Да, это очень, мне кажется, интересные факты все, что, получается, такие субподрядчики, то есть эти компании были субподрядчиками, да? И они вышли немножко, не немножко, а вышли за пределы… Да, такие и есть случаи. Вот был случай, который резонансно освещался, в том числе у нас на портале, это вот на квартирном доме на Ационовской 26, где сотрудники пошгурхоза сначала клеили объявление о сносе гаражных конструкций, только после того, как Совет Дома поднял шум, что земля у них стоит на кадастре, все работы были остановлены. Как вообще так получилось? Это обыкновенно человеческий фактор. Если я, мне память не изменяет, мы официально через, опять-таки, наши порталы, наши Пушкина, Пушкин Лайф, подслушанно Пушкина, мы принесли изменения. Ну, да, да, действительно, изменения все были, и все это происходило. Вопрос просто именно в том, как вы вообще с вами согласовывали объемы сноса гаражей? То есть, когда утверждалось постановление в администрации, спрашивали как-то, вот как вы считаете, как реально? Вы же знаете, что я достаточно, скажем так, недолгое время возглавляю Пушкин с городской хозяйством, это 6 апреля. То есть, все эти постановления были приняты... Ну, да, в марте. Первое было в марте, принято 6 марта. Ну, это было принято до меня. А как вы сами оцениваете объемы сноса гаражей? Они вообще реальны? Вот сейчас появилось объявление, что будет возобновлен снос гаражей. Реально ли вместе с уборкой все закончить до 31 декабря 2017 года? Я думаю, что гораздо раньше мы закончим. Я думаю, что гораздо раньше все это закончим. Единственный вопрос следующий, то что проблематика это в полигоне Царева. То есть, куда вывозить? Куда вывозить. Ну, сейчас оперативно стараемся решить эти вопросы. Вот, и сейчас, кстати, вот я почему еле-еле хлам успел на эфир в администрации было совещание со всеми мусоровозящими компаниями, которые работают в Пушкино. Вот, то есть, есть определенная... Скажем так, администрация сделала все возможное. Я считаю, даже, вот на мой профессиональный взгляд, сделала даже более, более, чем могла это сделать. Озвучивать не потому, что я не хочу, или какую-то интригу вводить. Просто завтра будут уже конкретные цифры. Но то, что будет максимально удобный сброс мусора для всех мусоровозящих компаний города Пушкино, это я вам гарантирую, это однозначно будет. Ну, завтра следим за новостями. Завтра, после завтра, это максимум. Ну, то есть, это, естественно, будет, естественно, открытая информация, но, я говорю, администрация города сделала все возможное, я считаю, что даже более того. То есть, лично мне, ну, скажем так, я даже был сам удивлен, то есть, насколько максимально могли выжить из этой, в общем-то, плачевной ситуации, максимально выжили положительные моменты. Ну, идем, надеемся, верим. Вот, нам задают вопрос, один советует задать, а сколько людей сознательно по наклеенным объявлениям добровольно снесло свои гаражи? То есть, есть какие-то цифры, сколько людей? Один. Да, и выполнил свои обязательства по уборке мусора. Да, то есть, не просто снес, а еще зачистил территорию. Да. Это один, получается, из скольких? Из 600? В 85. Что-то в 85 гаражах. Потому что жители много обращались, и пожилые, и молодые, что вот даем слово, вот завтра все будет чисто. Я вам откровенно хочу сказать, таких случаев не зафиксировано. А вот нам тут говорят, что нужно ли платить за какие-то услуги манипулятора, за уборку мусора, штраф какой-то тем, кто будет забирать свое имущество из сохранения? Мне это неизвестно сейчас. Я вам больше хочу сказать, я не могу гарантировать, что это частые случаи, но есть моменты, когда тоже пожилым людям компания привозила вещи обратно на своих машинах. Вот, кстати, сегодня тоже, правда, наверное, не до конца, но одному из наших земляков привозили эти вещи обратно. То есть, у него очень большой был список. Вот завтра буду разбираться, все ли до конца им привезли. Но, то есть, есть такие случаи, когда компания сама привозит вещи этим людям. То есть, не просто даже, не приходится ехать? Ну, скажем так, я не могу сказать, что этих таких случаев, но 10 случаев таких есть, что компания сама привозила вещи. Обращаться тем, кто хочет забрать свои гаражи пожилым, не пожилым, нужно в Пушгурхоз? Нет, они могут, скажем так, для чего нужен Пушгурхоз? Это некие, скажем так, они обращаются в эту компанию, есть телефоны, приезжают. Если есть непонимание, да, если есть непонимание, есть какие-то спорные вопросы, то Пушгурхоз, как заказчик работы, естественно, принимает все в письменном виде, все эти заявления и старается работать по максимуму. То есть, люди, в принципе, могут обращаться и в Пушгурхоз? Да, да, да. Если есть какие-то нерешенные вопросы, то, естественно, да. Получается, в принципе, вообще обращение сейчас, получается, 685, это всего в постановлении, а сколько всего снесено гаража? 685 снесено. То есть, а сколько людей обратилось вообще за имуществом? Это какая-то цифра значимая от этого числа или нет? Нет, скажем так, практически все, ну, наверное, процентов, вот именно поехали и забрали свои вещи, ну, где-то, наверное, процентов 30-25. Но, кстати, если взять статистику по Московской области, то за гаражами возвращается где-то процентов 5, за своими вещами 25-30. Почему выбрана была эта компания? Заранее вам хочу сказать, они работают по всей Московской области, и вам, Андрей, как депутату, я готов предоставить их, ну, скажем так, портфолио. Вот, со всех, со всех регионов. Не-не-не, это, опять-таки, это открытая информация, а вам, естественно, как депутату, известному человеку, нет, пожалуйста, мы можем привезти, можете в гости к нам прийти, в Пушгурхоз, я вам предоставлю. Это Ехимки, Одинцова, Жуковский, Подольск, Королев. Это огромное количество муниципалитетов в Московской области, где эта компания работала. То есть, опыт у нее накоплен уже большой? Да. Ну, и нужно понимать, что, к сожалению, уборка гаражных конструкций, она всегда связана с некими конфликтами. К сожалению, этого не избежать. Не избежали мы и в этот раз. Да, получается, что Пушкин, это еще один из таких последних городов, из близлежащих даже по Подмосковью, где начался процесс сноса гаражей. То есть, многие это уже давно завершили. Да, да. Как мы, Тищи, Королев, Щелково. То есть, все близлежащие к нам. Будет ли как-то вот в будущем году это все продолжаться? И что ждет дальше? Я еще раз говорю, я хозяйственник. Будет постановление. Да, будет постановление, будем думать. Единственное, скажем так, из того, хотя небольшого, не совсем удачного опыта, то есть, алгоритм работы однозначно будет меняться. Если, скажем так, мы продолжим, мое личное мнение, продолжать надо. Продолжать надо. Но, опять-таки, алгоритм работы будет меняться. Кардинально. Ну, это, наверное, позитивная нота, на которой мы можем закончить наш сегодняшний эфир, поблагодарить нашего гостя. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Аковович. Дмитрий Аковович, ну, я продолжу и завершим с вами тогда по этому вопросу. В прямом эфире в комментариях задали всего один вопрос, видимо, позже, так сказать, возможно, появятся какие-то другие. Но, в принципе, вы ответили на все. Вот вопрос, вывозят на хранение, хранят и отдают законному владельцу имущество в Москве на площадке хранения бесплатно или как? Обязаны бесплатно. Что делать, если требуют какие-то деньги там? Пушкурхозы заявления. Пушкурхозы заявления. Пушкурхозы заявления. Мы могли работать, да. Еще раз повторяю, обязаны вернуть все бесплатно. Потому что, опять же, в интернете, ну, там можно что угодно написать, да, я встречал такой комментарий, что с человека, там, по-моему, 40 тысяч, что ли, требовали за возврат его имущества. А вообще, вот, если у человека, получается, за гараж стоит незаконно, да, металлическая конструкция, он самого добровольно его не вывез. За него это выполнила администрация, там, силами какого-то подрядчика, да. То есть, все равно за вывоз гаража человек, так сказать, оплачивать не требует вывоз гаража этого? Нет. Нет, да? Нет. Ну, когда вот я мониторил информацию отношения людей к вывозу гаражей, я встретил два диаметриально противоположных мнения. Первое, люди возмущаются тем, что то, что у них тут гаражи стояли, кто-то там даже за них деньги платил, там, и так далее. А те люди, у которых гаражей этих нет, говорят, наконец-то защищают город от этих там развалюх, металлов, где машины-то не хранятся, где можно было парковать, и так далее. Понятно, что те, кто привыкли, что машина у них стоит под домом в гараже, или там хранится какое-то имущество, им неудобно, их-то это разочаровывает, мягко говоря, что там убираются эти гаражи. Рассказывают историю, как появлялись эти гаражи, что когда появилась такая возможность, как только появились вообще эти металлические конструкции, люди чуть ли не в драку за место, куда его можно было поставить возле дома. То есть, история о том, как появились эти гаражи, это отдельная тема. И вот Андрей Шальнев начинал с вами с этого разговора, на основании чего все это вообще производится. Я хотел бы еще несколько минут буквально потратить на историю борьбы, скажем так, с незаконными гаражами. Поначалу, когда я лично обращался в администрацию города Пушкина о том, что люди просят снести тот или иной гараж, который там закрывает обзор, стоит рядом с детской площадкой и так далее. Мне в городской администрации говорили, что это незаконно, мы не имеем права. Потом, когда руководителем городской администрации стал Дмитрий Иванович Пустовой, он пошел по другому пути. Они просто разработали положение, закрепили его распоряжением администрации и просто стали демонтировать гаражи, которые мешают реально жителям, детским садам, школам и так далее. Предлагаю жителям обращаться в суд, если они не согласны с этими действиями. Самое интересное, что жители обращались не в суд, а в прокуратуру, и прокуратура признала незаконным постановление администрации по такому способу демонтажа гаражей. Я не очень глубоко, наверное, погрузился в эту тему. Мне интересно, а вот сейчас какое нашли законное обоснование? Почему в прошлый раз прокуратура опротивставала это постановление, а сейчас она как бы одобрила? Наверное, в отчетный раз скажу, что я чистый хозяйственный. Вы исполнитель, я понял. Я исполнитель. Я свяжу это, наверное, с тем, что сейчас в администрацию пришли более опытные юристы, и они, наверное, все-таки нашли возможность каким образом очистить город. Наверняка. Да, да. Ну, я думаю, что... Ну, вот, кстати, вопросы появились. По Арманду 14 и 16 подскажите вот что. 18 августа снесли оцинкованные гаражи. Наша компания связалась с Романовым, и кому только не звонили. Говорилось везде одно снос незаконен, а теперь оказалось, что законен. Ну, вы не скажете, наверное, Арман 14 и 16. Нет, нет. Я знаю ситуацию, как раз, когда я приводил примеры в ночи, когда сносили, это как раз, был вот этот адрес. Вот. Нет. Ну, то есть, я уже, в принципе, ответил на этот вопрос. Ну, видимо, вот Василий Злобин задает его этот вопрос. Тогда, Василий, вы посмотрите запись нашего эфира. Дмитрий Акопович отвечал уже на этот вопрос, да? Возможность посмотреть запись. Она будет и ВКонтакте сохранится она в нашей ленте, и мы разместим, наверное, даже уже сегодня вечером, поздно или завтра утром запись нашего эфира с возможной, там, с расшифровкой, если это будет, возможно. Ну, а других, как бы, вопросов я пока здесь не увидел. Если вопросы будут появляться, то мы вам их передадим и опубликуем потом ответы. Вот, главное, я для себя ответы получил. Ко мне как раз обращались жители Завета Ильича, рассказывали эту историю, что у них родилась двойня, они живут там на третьем или на четвертом этаже, и поднимать коляску для двойна, она широкая, по лестничному пролёту им очень тяжело. Они хранили её в металлическом гараже возле дома, который никому не мешает. Вот в данном случае у них есть возможность гараж сохранить. Что им нужно сделать для этого? Я вам, знаете, что хочу сказать? На самом деле вопрос Завета Ильича, да? Я совершенно четко знаю, что там вот компания, вот эта автостоп, она не работала. И здесь, ну, к сожалению, должны констатировать, что масса мошенников, которые и у нас в городе, и из Ивантеевки под этим видом, да, демонтировали гаражи или скупали, скажем так, эти гаражи у населения. И имущество разворовывали? Вполне возможно, но, скажем так, им нужен был четкий металл. Вот эти рассказы о том, что у нас при демонтаже гаража пропало имущество, да, они, возможно, связаны как раз с действиями этих мошенников. Возможно, но почему? Почему? Потому что, во-первых, компания, которая автостоп выполняла работу, там действительно в лучшем, в худшем варианте, да, но шел видеоотчет. Срезается ворота, срезается... Вот это, мне кажется, идеальная ситуация. Да, 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 есть такие... Точно так же, как с оповещением, да, вот вы какую-то видеофиксацию или фотофиксацию делаете, что вот на эту группу гаражи были наклеены объявления, такого-то числа, да? Да, это обязательно. Чтобы потом не говорили, нас не предупреждали. Да, и каждый гараж срезался под видеосъем, даже не под фото, а под видеосъем. То есть, снимается ворота, заходит туда сотрудник этой фирмы, скажем так, круговым движением все это дело показывает, дальше начинается опись. А это в техзадании указано, что должна быть видеосъемка вестись? Нет, нет, но это было наше требование непосредственно. И они его выполняли, и, скажем так, они даже сами для себя это делают. Для подстраховки. То есть, ну, не 100% случаев, но 90% случаев. Не 100%, давайте так, идеально они не работали, да, это мы тоже прекрасно понимаем, но огромное количество вот этих видеосъемок у них есть. Вы уже отвечали на этот вопрос, я просто еще раз проговорю, что уборку мусора, мы показывали фотографии, да? Вот давайте мы пока общаться, мы покажем за кадром, будут показываться фотографии, то, что остается после демонтажа гаражей. Вот в контракте заложено, что компания-подрядчик должна пожирать мусор ввозить. Скажем так, вот, хороший, Андрей мне задавал вопрос, да, совет, или вы мне задавали вопрос, советовались с пушгурхозами и все остальное. С технического задания на каждый город выделялся всего лишь навсего два куба мусора. Ну, чтобы вы прекрасно понимали, что такое два куба, это два контейнера мусорных, которые стоят в МКД. А по факту, ну вот вы посмотрите, вы посмотрите, какое количество мусора, здесь двумя кубами и не пахнет. Именно поэтому вы, наверное, объявили мораторий на снос гаражей с 23 августа, да? Скажем так, ну, во-первых, я вам так хочу сказать, защищать город было необходимо, это раз. Мы тоже прекрасно понимали, что город грязный, и нужно его приводить в порядок. Но, буду тоже откровен, с таким количеством мусора мы, ну, первоначально не могу сказать, что мы были не готовы. Технически мы были готовы. Но что, придется, скажем так, такое количество техник выделять подрядчику, да? Ну, люди давно граждане владеют, обзавелись имущества. То есть, гаражи, это продолжение, знаете, вот как вы любите говорить, такая фраза, мусорная революция, да, отчасти она может, имеет право быть, такое выражение. Но гаражи, это продолжение той же самой мусорной революции. Потому что, чего только там не находилось. В принципе, это свалка. Люди об этом говорили, что это продолжение мусорной революции. На, скажем так, вот на Старой Ярославке, где, в общем-то, ну, не могу сказать, что это лицо города, да, но видная часть, подрядчик убирался три недели. Без выходных. То есть, они начинают работать, вот у нас в группе где-то порядка сначала ручники, где-то с 8-9 утра и заканчивают где-то в 17-18.00 уже в темное время. То есть, они работают даже без выходных. И три недели только потребовалось время, чтобы очистить Старую Ярославку. Более того, тут же у нас вопросы есть. Я думаю, что по поводу грунтов, это уже было требование администрации. Потому что огромное количество глубоких ям, подвалов. Мы прекрасно понимаем, что дети. И маленький, то есть, маленький мальчик, есть мальчик, да, который будет бегать, прыгать, что-то искать, и он может просто-напросто поколичиться. Подрядчик, который снес гараж, он видит эту яму. Он же должен какие-то меры принять, для того, чтобы сразу же, не оставляя, не уходя дальше... В тех заданиях, к сожалению, это не было указано. Это уже было дополнительное требование администрации, и подрядчик это начал работать. А у вас, ваш сотрудник, он контролирует демонтаж каждого гаража или нет такой возможности? Ну, в данный момент сейчас уже не контролирую, потому что он только контролирует сейчас уборку территории и принятие этой территории от подрядчика. Но они, насколько я знаю, с сегодняшнего числа восстановили снос гаражей или нет? Прочитайте внимательно. Ни Пушкинское городское хозяйство, ни, скажем так, экологический патруль эти гаражи не сносят. Ну, я, может быть, невнимательно действительно прочитал, но я прочитал, что с 28 числа начали опять убирать... За это время 11 гаражей было снято именно с детских площадок, но это все было силами именно Пушгурхоза. Не за время моратория, а сейчас вот сегодняшнего числа... 11 ракушек, которые крайне мешали асфальтировке в дымовых территориях. Опять-таки, под видеофиксацию присутствовали сотрудники Пушкинского городского хозяйства, и все это было демонтировано именно под видео. И единственный отрадный момент, что нас порадовало во всех этих 11 ракушек, мусора не находилось. Чему мы безгранично рады, естественно. Ну, вот пишут люди, что в Армандии дело днем было ни съемки, ни записи. По поводу компенсации и полиции заявления уже лежат, сегодня прокуратуру написали. Ну, здесь граждане имеют полное право. Да, да, да. Ну, завершая, общая тему сноса гаражей, значит, можно резюмируть следующее. Что сейчас гаражи сносятся на законном основании, да, коль прокуратуру не опротестовывает. Сносом гаражей вы выступаете в качестве заказчика, и подрядчики работают в несколькой компании. Список гаражных конструкций, которые подлежат сносу, опубликованы... На всех порталах. Оно есть постановление администрации, есть постановление, поэтому мы сразу же рекомендуем всем владельцам внимательно изучить эти документы, найти на сайте администрации, им активно делились во всех действительно социальных сетях и так далее. И посмотреть, если ваш гараж есть в этом списке, то, во-первых, нужно убрать оттуда все ценное, чтобы потом не было бесконечно больно, да, и по возможности самим демонтировать гараж, чтобы поставить его себе там где-то на дачу, или в крайнем случае сдать металлолом, да, хоть какие-то... Ну, здесь хватает скупщиков, на самом деле. Да, да, да. Вот. Если у вашего гаража нет списки, и вдруг вы увидели, что кто-то его сносит, значит, это мошенники. И тут надо сразу же вызывать полицию, писать заявление, привлекать к уголовной ответственности. Мы очень надеемся, что полиция прибудет оперативной, и такие мошенники будут, в конце концов, задержаны. Сейчас, с сегодняшнего числа, снос гаражей продолжается, в основном продолжим? Вот у нас было 11 гаражей, которые, скажем так, мешали комплексам обустройства. Сейчас вы продолжаете? Нет. Будете продолжать? Пока еще мораторий действует. Если, скажем так, территориалы обратились, да, территориальные наши инспекторы, что на том или ином дворе мешает обустройство, мы уберем. Но не более того. То есть, это вот настолько выверено, поштучно. Ну вот, задает вопрос еще, не знаю, сможете ли вы ответить, во сколько вошлось в бюджет этот снос гаражей? Какая сумма контрактов? 1 миллион 268 тысяч. За весь, все гаражи, которые... Да, подрядчик, вот... 1 миллион? 260. 260. Ну, я могу в копейках. 1 миллион 268 тысяч. Ну, я думаю, что на этом мы вопросы пока прекращаем принимать. Остальные я вам передам, и мы ответим, если они будут. А мы на этом, значит, наше интервью заканчиваем. И с сегодняшнего юбилейного, 10-го выпуска нашей программы «Пушкина сегодня лайф» мы запускаем традицию. Гостям нашего эфира мы дарим вот такую фирменную кружку с логотипом нашего проекта «Пушкина сегодня лайф». На обратной стороне есть специальный QR-код. Это модное сейчас веяние, да, сейчас их везде-везде клеят. Значит, достаточно его просканировать с моим смартфоном, вы попадаете на наш проект. Поэтому, Дмитрий Аковович, спасибо, что вы пришли к нам в прямой эфир. Мы желаем вам успехов в труде на благо города Пушкина. Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Скажем так, был бы рад ответить. У нас впереди зимний сезон. Пушкинское городское хозяйство активно готовит технику, людской ресурс. Будем надеяться, что зима нас, ну скажем так, если не порадует, то слегка побережет. Но было бы интересно, скажем так, мне бы ответить на многие вопросы в плане содержания именно наших территорий. Мы с удовольствием вас пригласим, давайте мы вас отдельно пригласим. Но это вот как пожелание, с удовольствием. Есть многие вопросы, которые хотелось бы освещать. Потому что, к сожалению, в этот понедельник была районная коллегия как раз подсвечена вопросом подготовки зиме, но она по какой-то причине проводилась в закрытом режиме. Прессу оттуда попросили. Какие тайны есть от жителей района по такому вопросу? Ну, вот такие решения, они вызывают только настороженность. Поэтому ваша готовность прямо поговорить о том, насколько пушгархоз готов по людям, по технике, с сайной смеси закупленной и так далее, и так далее. Не обременены ли вы там контрактами, типа вот как было позапрошлой зимой по уборке территории глобуса или каким-то другим платным видом деятельности? Хватит ли ваших сил на уборку? Не обременены сразу. Не обременены, да. Поэтому, да, давайте ближе там уже к началу отопительного сезона. Мы тогда встретимся отдельно и поговорим по работе пушгархоза в условиях зимнего периода. Спасибо. Спасибо вам. На этом прямой эфир уже закончен. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!